И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео я планировал продолжить серию видео о великих азербайджанцах, если бы не определенные но, существенные но. Эти но связаны с Украиной и украинцами, в частности с украинскими блогерами. Да, не так давно я уже касался этой темы, когда поднимал такую тему, как союзники. Надеюсь, часть из вас уже успела посмотреть это видео. Мысли от радикального патриота. Ну так вот, сейчас я вынужден более существенно, более внимательно обратиться к украинской блогосфере. Ребята, вы что-то, видимо, попутали и очень серьезно попутали. Вы бросаете камень в сторону Азербайджана? Разве? Вы говорите, ай-яй-яй, Азербайджан протягивает руку России. А то, что задолго до этого. Нет, я молчу о том, что вы протягивали руку уже и Армении. Я промолчу об этом. Вы протягивали руку Франции, которая вооружает Армению и требует от Армении практически напасть на Азербайджан. Азербайджан. Как же так? То есть вам можно, а Азербайджану нет? Красиво ли это? И обратите внимание, ни один азербайджанский блогер не упрекнул вас в этом. И я не упрекаю, потому что это ваша внутренняя суверенная политика. Никто не имеет права упрекать независимое государство в ее политических действиях. Если вы уважаете нас, мы уважаем вас, то мы не вмешиваемся. Не так ли? Хотя Азербайджан мог бы укусить тогда Украину в отношении Макроныча. Поправьте меня, если я в чем-то ошибаюсь, дорогие наши украинские блогеры. Дальше укусы шли уже в сторону Лукойла. Да, той самой российской компании, с которой Азербайджанская государственная нефтяная компания подписала договор о совместной поставке российского газа на европейские рынки. Подождите, а то же самое разве не делает Украина? Разве нет? Да, конечно же, делает. Но вы почему-то, дорогие наши украинские блогеры, не обращаетесь к своим чиновникам. Как так получается? Вас это мало интересует. Вам лишь бы бросить камень в сторону Азербайджана. Не так ли? И, кстати, вы не скажете, кто является главой компании Лукойл? Подумайте внимательно. Не вахит ли Аликперов? Не тот ли азербайджанский олигарх, проживающий в России, действующий в России, который, будучи главой Лукойла, рискнул всем и заявил о том, что он не согласен с политикой России в отношении вторжения российских войск в Украину. Он рисковал ради вас всем. И вы сейчас бросаете камень? А то, что Сокар поставляет вам горючее, это ничего? Вы сейчас хотите отказаться от Сокара? А, вы рассчитываете на Францию, да? Или, может быть, вы думаете, что в Армении внезапно обнаружится нефть? Смешные. Смешные вы, украинцы. Опять-таки, я не говорю о всех украинцах. Я говорю только о блогерах. Также мне хочется задать вопрос. А где же были украинские блогеры, когда сажали мессира Гасымлы и его друга, который воевал за Украину? Где же были вы, украинские блогеры и блогерши? А я скажу, где. Вам тогда не платили. А сейчас вам, я так полагаю, не без участия Тиграна Авакяна, экзамминистра внутренних дел, деньги поступают из Франции прямо в карман тех блогеров, которые сейчас бросают камни в сторону Азербайджана. Сколько вам платят? По 30 евро. Большего вы не стоите. Я понимаю, что сейчас некоторые попытаются укусить меня, заявив о том, что, ну ведь украинцы воевали, поддерживали Азербайджан во время Первой Карабахской. Я хочу напомнить, а какова их была дальнейшая судьба в Украине, не скажете? По-моему, половина из них оказалась внезапно в тюрьмах за якобы принадлежность к украинским неонацистам. Уна, помните? Рух. Всех, кто воевал за Азербайджан из украинцев, почему-то тут же вписывали именно в украинские националисты. Больше никто не воевал за Азербайджан. Смешно, учитывая, что Олег Бабак уж точно не был украинским нациком. Надеюсь, и на этот аспект я ответил. И последнее. Я хочу напомнить тем, кто очень в последнее время любит возмущаться Азербайджаном слова Гордона. Это в отношении того, как надо вести себя с Россией. Азербайджан не закрывал русские школы. А что делалось в Украине? За что Украина сейчас, в общем-то, платит? За что в скором времени будет платить Армения? За отсутствие русских школ. Ведь именно это, а не стремление даже Украины в НАТО сыграло ключевую роль в том, чтобы русские стали радикальными в отношении Украины. Их обидело вычеркивание русской культуры как таковой. Поправьте меня и поправьте вашего легендарного действительно блогера, журналиста, политолога Гордона. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok